История локомотива началась еще в 20-х годах прошлого века. Тогда для физкультурных нужд работников железной дороги был построен деревянный стадион. В 60-х на его месте появился основательный каменный. Здесь проходили спортивные праздники и соревнования. Затем локомотив долгие годы находился на запасном пути. Проектов перестройки было много, и аквапарк, и торговый центр. Но нынешний владелец остановился на жилье. Причем сразу было поставлено условие делать его не выше, чем стелла мемориала славы. Выше, чем эта стелла, строить здесь нельзя. В противном случае мы просто уничтожим сам мемориальный этот комплекс, такой громадиной. Поэтому, конечно, если бы подключились девелоперы, которым нужно максимум тут вышить этих квадратных метров жилья, то бы можно было сделать Манхэттен какой-нибудь. Но поскольку здесь, но этим Манхэттеном мы просто бы убили этот сам мемориал. Максимум 4-5 этажей. Комплекс может прирастать этажностью только в сторону автовокзала, чтобы не заслонять мемориал. Еще одно важное изменение. Неуютный и даже опасный тротуар вдоль проспекта строителей планируют перенести внутрь крытой галереи. В нее превратится фасад стадиона. Его сохранят все-таки объект культурного наследия. Мы нашим проектом переносим вот эту пешеходную часть внутрь за фасадом, вот главного фасада локомотива. И таким образом трибуна трансформируется, там внутренняя часть уже в какие-то сервисные там точки питания, торговли небольшой такой сопутствующей. И главное, будет перекрыта вот эта такая галерея пешеходная, всесезонная. И люди могут, допустим, от остановки КДМ пройти сквозь очень приятную такую атмосферу. В настоящее время проект находится на стадии детализации. Само расположение объекта требует решить массу задач. Начало подготовительных и строительных работ запланировано уже на лето будущего года. Кстати, своеобразным добрым знаком можно считать и то, что незадолго до этого с фасада стадиона убрали кричащую рекламу. Это стало возможным благодаря инициативной группе, состоящей из барнаульских дизайнеров и блогеров. Барнаул становится настоящим цивилизованным городом. Это не может не радовать горожан. Илья Кочетков, Николай Шелко, информационный канал «Город».